Так, друзья мои, сейчас я вам покажу очень интересный эксперимент, чтобы вы понимали, какого усилия достаточно для того, чтобы удара, либо давления, для того, чтобы колено в блоке крутиться перестало. Перед вами блок L92, это стандартный 6,2 литра. У него стоит тот коленвал, который здесь стоял, вкладыши эти же, то есть там зазоры уже, сами понимаете, большие. Он был стрельнул, вот от него нутрянка такая, тут в принципе все в хорошем состоянии был. Засран, старый, в таком вот виде. Но суть не в этом. Суть в том, что здесь уже зазоры больше, чем если мы точим колено и ставим новые вкладыши, понятное дело, да, потому что они все... Ну вот я тут все затянул, все тут вот стоит, видно все легенько крутится. Я просто маслом помазал, масленочки так, и делал вот такую конструкцию. Взял старую Серегину опору, 46-й. Хотел поставить вот этот там задатчик, но мне, если честно, лень. То есть, ну, чтобы понимали, тут вот все сейчас в свободном состоянии, вот видно полностью. Все вот у нас тут крутится, да, вообще просто, ну, безумно легенько. Все прям, вообще. Вот, и это наша опора. Ну, можно, если, конечно, давить с двух сторон, будет все это проще, но... Как бы, я вот это так вот сделал. У нас БМВ подъемнички. Ну, и вот так вот. Бац! И сейчас я вот качну домкратиком. И вы увидите, чего достаточно. Чтобы было понятно, домкратик вот отключен полностью, да, как бы. Ну, понятно, мне надо натянуть немного подъемник, потому что кузов тут нифига не весит. Вот. И приступим. Так, ну, и вот сейчас я вам покажу, что происходит с коленом, скажем так, вот когда мы все это дело шлифуем, собираем, ставим гражданские зазоры, это там, например, там, шесть соток, образом говоря. Почему? Выносит всегда середину. Середина вот у нас, вот, одна коренная шейка, и вот прямо напротив всех болтов вторая. Вот два отверстия, они друг напротив друга. Я даже не прикручивал, потому что если здесь прикрутить, еще быстрее все уведет. Ну, суть не меняет. Как видим, мы, что домкратик у нас в свободном состоянии, да, прям вообще колено все легенько крутится, ну, прям совсем. Вот, ну и... Насколько тут, грубо говоря, вот так вот и качнул. Все. А я потом скрою, покажу, какие там вкладыши, чтобы вы понимали, то есть они целые, колено целое, и зазоры там конь. Поэтому очень частая проблема. Когда выносит корня, мотор начинает болтать, например, на подушках, либо лонжерон начинает плавать, бьет сразу вот сюда, вот два коренных вкладыша, вот они, вот один, вот второй, вот опора напротив них, со второй стороны все то же самое. Да, блин, тут видно, я даже... Это макетная опора была, она вот даже приварена тут всего в двух местах, то есть понимаете, да, как бы, что здесь жесткости. Сначала эта штука деформировалась, тут еще плюс кольцо. Я думаю, если бы тут все было жестко, то это бы вообще моментально приклинивало. Вот, и сейчас я вот приотпущу болтик, попробую. Аккуратненько. О-о-о-о, вот, не крутится, не крутится, не крутится. Вот, все пошло, там кратик спустился, и все крутится у нас, шикарно крутится. Вот. Это, конечно, не грейли, но тем не менее. Когда мотор стоит, вот он, грубо говоря, так стоит, да? Если он вот так вот делает, ой. Это мы уже поняли, вот так. То оно бьет сразу же вот сюда, вот сюда. И выносит сразу вот это и вот это. А потом насос загоняет все так, как заход здесь сзади, в задницу и спиливает всю задницу. Вот. Такие вот дела. Хотя, как видно, вот, в свободном состоянии прям, он прям идеально крутится. Он такой грязненький, но тут ровное колено, хотя выстрелил шибок. А сейчас я отстрелю вкладышик и покажу, какие еще есть моменты на крышке. Ну и вот крышки я откинул с него, да? Вот с него вкладышик. Если так посмотреть, кажется, что, блин, да там все синий и провернуто. Нет, это просто от следы от того, как вкладыш там стоит. Леопардом вот так может быть. Вот так это прям получше видно. Кажется, что как-то так же крышка, что ли, провернута. Одна крышка. От другого блока вторая крышка. Третья крышка. Ну, то есть я тут целую коллекцию крышек вывалил. Посмотреть, чтобы... О! Кажется, да, что все, тут салат. Нет, это... О! Какой леопард якобы. Ну, нет. Все тут чин-чин-рём. Вот, например. Ну, а как-то выборочно, рандомно. В общем, все это к чему... Блин, тазик этих крышек приволок. Приволок непонятно. Все это к чему... О! Потому что... Малейшая нагрузка вот сюда. И колена нет. Особенно на гражданских зазорах. Крошечка. Крошечка. Если в общем-то... Крошечка. Крошечка. так ночка здесь было минус 14 сейчас минус 10 на снежку посмотрим как это все будет запускаться так а нефтябр выжимать его за ногу блять ой блять так так топливо есть и ничего себе аккумулятор конечно все это дрянь а кстати данный автомобиль продается снова из фабах перед зад бак каркас ковш LH3 сейчас морду скину пластик все как надо свежая машина не битая Вот так все это вот добро прогрелось, работает, так что неплохая ночила для следующего сезона. Вот такие дела. Тут у нас бак есть, ножен, отел. Вот, такая пушечка ровненькая, стволовая. Морда тут вот отбасённая. Как-то так вот тут. Оп. Всё тут на пушечных темах. С пешка попало на ремешок. Всё под подавлением. Всё по ряде. Усилен ряд в коробке. Цепа цепа. Тилтаны.